Расставаясь уже в дверях, он спросил, а сколько вам лет? Я говорю, 33. Ну, поэзией начинать заниматься поздновато, а вот для прозы в самый раз писать вам надо. Это меня так благословил писать Василий Владимирович Бойков. О нем написаны тома исследований, воспоминаний, научных трактатов каких-то литературовеческих. Я, как всегда, привычно расскажу только о своих личных впечатлениях, о том, как он стал крестным отцом моим в литературе, о том, как благословил меня стать писателем. Не знаю, кто еще может этим гордиться. В 1954 году мечущегося в построении коммунизма лидера страны Хрущева дернуло заняться подъемом неподъемного колхозного сельского хозяйства. И коммунистов среднего звена направили вот как раз заниматься этим делом. Моего папу направили недалеко от Гродно, за 20 километров в Сапоцкин. Это самый такой северо-западный уголок Белоруссии, 7 километров до польской границы, 8 до Литовской Советской Социалистической Республики. Я, конечно, еще заканчивая два года среднюю школу-десятилетку в Гродно, наезжал к папе в Сапоцкин. Я этим городком был очарован. Ну, сразу за райкомом базар. Лошадки, собственные личные лошадки с гривами, с заплетенными ленточками. На телегах личное, выращенное в личном хозяйстве, произведенное в личном хозяйстве. Каравайи, соленье, печенье, копченье, варенье, овощи, фрукты, свеженина, куры, гуси, мясо, масло в лопухах, творог в холстинках, в марлечках. Звуковые симфонии тут вообще, звонки велосипедов, крики, хохот, гармошки, гомон. Замечательно это все. Пани-моля ваны донашивали предвоенные шляпки с фуалетками, перчаточки сетчатые, переди персовые чулочки со швом в Гродно. А в Сапотске паны. Паны! Что я знал о панах? Ну, по Маяковскому, конечно. Дрянь адмиральская. Пан и барон шли от 16 разных сторон. Или из песни по военной дороге братьев Покрас на стихе Алексея Суркова. На Дону и в замосте тлеют белые кости. Над костями шумят ветерки. Помнят псы атаманы. Помнят польские паны. Конармейские наши штыки. Ну и, конечно, карикатуры. Пан обязательно пузатый, усатый. В четырехугольной фуражке конфедератке. С плеткой из кос замученных им селянок. А в Сапотске на паны. Вот они какие паны. Строгий пан Зволинский. Когда приезжала в клуб кинопередвижка, то половина зала его соседи, знакомые, родственники, безбилетники. Пан Ремешевский. Парикмахер в доме быта. Он только тебя стриг по самой последней польской моде из довоенных журналов. Он только тебя опрыскивал самым дорогим одеколоном шипр. Только тебе его дочушка приносила из их сада мисочку черешни. В соседней комнате фотограф, пан Сираковский. Он с головой накрывался вместе со своим деревянным аппаратом, этим черным пологом, когда фотографировал нас со сводным братом на фоне написанного им давным-давно Озерца с лебедями и надписью из советской уже песни «Милый друг, наконец-то мы вместе». Веселый пан Капшиковский, кладбищенский сторож, смотритель. Тут не говорили, вот умер пан такой-то. Говорят, нет, пан такой-то подался к Капшиковскому. И все понимали, где этот пан теперь. Пробыщ, настоятель Ксенсоново-Садко. Когда он приходил к моему папе решать какие-то дела по городку, то, понимаете, шел самый строгий пост. А он объяснял, этот Ксенсон уговаривал, я думаю, скорее сам себя в ускушении, что вот жарится мясо на сковородке, и когда наклоняешь, что вот жир сюда стекает, это нельзя кушать, это скоромная, сейчас пост. А вот выжиренную шкварочку – это очень даже можно. Я не вел никогда никаких дневников, записок. Просто что-то помечал вот в своих тетрадях, какие-то мысли, наблюдения, чьи-то выражения, фразы какие-то. Записал где-то, что кто-то мне в компании рассказал, что все Беларусь разделили на какие-то квадраты, и запустили несколько геологических партий, которые бурили в этом квадрате, не нашли ничего, переходили в следующий, там бурили, значит, ну, бывало, что находили – соль, нефть, что-то еще. И написалась у меня повесть под названием одной буквой «И». Почему такое странное название? А как-то шли мы с отцом. И папа говорит, вот смотри, асфальт у нас на главной улице, сегодняшние свежие газеты в киоске, светофор на перекрестке, а мы не город. Редиска прямо под окном, ты ж помнишь, воду из колодца ты носишь, когда приезжаешь сюда, а мы и не деревня. Труженики города и деревни. Наверное, мы и. И вот так я, значит, назвал свою повесть «И» и написал ее где-то зимой 71-го года, параллельно съемкам и монтажу фильму «Песняры Батлейка». И где-то я ее, значит, к лету закончил и стал думать, кому-то ж надо показать ее вообще, чтобы оценили вообще, что такое я написал. И думаю, у меня же все лето сейчас съемка будет фильма над Неманом в Гродно, база будет, а покажу-ка я Гродненцу Быкову. С ним мы уже были знакомы. Пять лет назад он снимался в нашем с Хубовым фильме «Гродненский кошелек». И вот моя киногруппа приехала на долгую экспедицию, почти на целый месяц в Гродно. В Гродно были три интеллектуала. Василь Быков, Алексей Карпюк, писатель, и журналист, и юрист Борис Самойлович Клейн. Борис Самойлович меня предупредил. Знаешь, говорит, Володя, Быков очень такой максималист, очень строгий критик, очень ревностно относится вообще ко всему написанному, терпеть не может графоманов. Поэтому, говорит, в общем, я тебе, говорит, не советую ему показывать повесть твою. Я подумал, подумал, поколебался, потом думаю, да не, все-таки, наверное, покажу. Если меня даже и раскритикует лучший писатель Европы, а таковым я его уже считал, то тоже будет не так уж обидно. Да к тому же он уже киношник, Быков, уже ж экранизированная его, «Альпийская баллада», «Третья ракета». Покажу. Я ему позвонил. Он назначил встречу. Почему-то мы встретились на Советской площади. Многолюдная, огромная площадь, скверик такой небольшой, лавочка. Мы сидели на этой лавочке, и я заметил, что Быков как-то ерзает, как-то нервничает, оглядывается все время. Какой-то неспокойный какой-то он был. Тут проходит друг, какой-то маложавый человек, они так кивнули друг к другу. И когда этот человек дошел до фарного костела и стал переходить улицу Карла Маркса, Быков так буркнул мне. Мой куратор из соответствующих органов занимается только мной. Он выслушал меня, взял мою повесть как-то неохотно. Думаю, он решил, что я, сунув ему вот это вот графоманское творение, решил просто втереться к нему в доверие. Это я так потом оправдал его поведение тогда. Он записал мой гостиничный телефон и сказал, что где-то через недельку мне позвонит. Хорошо. Звонок раздался на следующий день. А еще через час Василий Владимирович сидел в номере гостиницы, где я жил и говорил мне такие слова. Я стоял, опершись вот так на спинку кровати и от этих слов у меня руки, ладони вспотели. А Быков сидел на единственном стуле и говорил мне то, что я потом после его ухода сразу же записал. Вы никогда не печатались? Вам надо писать, заниматься литературой обязательно. Есть дар видеть что-то остро, наблюдательность, в обычном, привычном. Точно видите. Язык свежий, смесь русско-белорусско-польского, образный, чего и не хватает. Но это так, на будущее. Здесь как читателю мне все понравилось. Подробности, как в романе. Хотелось бы больше такого. Ну, диалоги – это ваша сила. Тут вы прямо с кровью, куски жизни. Обязательно печатать надо, придумать название. А это и взять под заголовком, что ли. Как же назвать? Ну, подумайте. Твардовский всегда названию придавал значение. И определите жанр. Хотя, как его тут определить? Так все необычно. Не бросая кино, телевидение. Надо писать, работать в литературе. У вас, несомненно, дар к этому. Представляете, что я слышал? Затем он попросил чистый лист бумаги и написал записку в редактуру журнала «Неман». Я… Едва он ушел, я ее скопировал. В. Кудинову. Дорогой Володя, я хочу адресовать тебе эту рукопись, безусловно, свежую, талантливую, интересную. Было бы очень хорошо, если бы ты нашел возможность как-то ее напечатать. Материал это Нашинский, я знаю его. Автор Гродненский, хотя теперь работает в Минске. Я прочитал ее с интересом и подумал, что не грех было бы «Неману» ее напечатать. Об остальном поговори с автором. На этом жму твою руку. Василь Быков. 28 августа 1971 года. И расставаясь, вот он спросил, сколько вам лет? 33. Ну, начинать заниматься поэзией поздновато, а вот для прозы в самый раз. Не бросайте этого, пишите, привозите, вам надо писать. Особенно хороши, он называет главы, мэр и люди добрые. Да и Люсинка эта ваша, тоже характер интересный. Хотя все, повторяю, все понравилось, так вы не должны это бросать. Писать вам надо. Это ясно. Представляете, о чем я сразу стал думать? О названии. Ну, тогда в моде были длинные названия. «Добро пожаловать, мистер Маршал», «Исповедь гражданина вне всяких подозрений», «Неоконченная пьеса для механического пианино». И я назвал свою повесть вот так же просто. «Смолина» в год, когда были геологи. И вот я со своей машинописью, с рукописью, с этой запиской на крыльце дома, на углу проспекта, крылечко с белыми колоннами, это редакция журнала «Неман». Я вошел туда и нашел человека, которому была адресована записка, Владимиру Кудинову. Владимир Георгиевич Кудинов тонкий редактор, стилист отдела прозы журнала «Неман». Он невозмутимо прочитал эту записку, положил ее в свою папку и взял эту рукопись. Проходит несколько дней, мне звонит Кудинов, приглашает прийти. И, видно, сказалась рекомендация Быкова, потому что повесть прочитали не через месяц, через два, а буквально через пару дней. И Кудинов говорит, что не только ему, но и главному редактору Андрею Горгиевичу Макайонку повесть тоже понравилась и что ее будут печатать. Опять звонок весной, 72-го, меня приглашает прийти Кудинов и дает мне гранки. Это уже напечатано в формате журнала. Первый, значит, вот с моей машинописи как бы набор уже типографский все, я беру это в руки. И Кудинов, редактор, мне говорит, вот здесь ты можешь черкать, исправлять ошибки, опечатки, все, что хочешь. Чиркай какой-то. Случайно заходит Андрей Егорыч, Макайонок, хлопает меня по плечу, говорит, все, все, будем печатать в июльском номере. Жди, в июльском номере будет. Приходит июньский, июньский номер, шестой номер за 72-й год, и на последней обложке я читаю. В следующем номере читайте повесть Вае Орлова, Смолина-в год, когда были геологи. Хорошо, значит, автор остается в приятном таком ожидании, в предвкушении своей первой публикации. Однако приходит седьмой июльский номер, и моей повести там нет. А случилось вот что. Случился скандал. Весь журнал вместе с моей повестью уже такой контрольный, сигнальный экземпляр тогда называли, попал в главлит, по сути дела, в цензуру. И там ну, все пропустили, но мою повесть запретили печатать, не дали визы на печать. И была жуткая формулировка. Макоенок собирается в нем они печатать произведение, кое являет собой очернение советской действительности, насмешку и издевательство над простыми тружениками. То есть, короче, там не было только слова антисоветское. Думаю, боже, что ж я такое написал? Что делать? Я кино, продолжал снимать кино, правда, позвонил сразу Быкову. Он, оказывается, уже знал об этом ему, друг Макоенок, уже сказал, что вот такой скандал с Орловым, с повестью, которую ты рекомендовал. Быков утешил, сказал, ну, вот у вас же осталась на память как бы в журнальном варианте уже напечатанная ваша повесть. Ну, вот. И, помолчав, добавил, да у меня тоже не все сразу печатают. Ну, что ж, я утешался тем, что мою повесть читали и что она понравилась Быкову, Макоенку, Кудинову, но, как через три года, выяснится, не только им. Не только им. И дальше, как в кино, появляется титр. Прошло три года. Оказывается, все это время Макоенок с размноженной моей этой повестью, с этими гранками, ходил по кабинетам самого высокого дома и так, перекладывая со стола на стол эту рукопись мою, повесть мою, говорил, что тут этот главлит усмотрел, да юмор просто, хлопцы, у нас так плохо с юмором, да надо печатать этот, тут же все, юмор, ничего больше, да-да-да-да-все. И эта повесть моя так, из кабинета в кабинет, из кабинета в кабинет, и оказалась на столе у Саши Шабалина. Саша Шабалин, автор сценария одного из моих фильмов, очень светлый человек, в то время он был помощником секретаря ЦК партии Белоруссии по идеологии Александра Трифоновича Кузьмина. Саше повесть тоже понравилась, и он ее предложил со своей характеристикой Кузьмину, прочитал Кузьмин, и Кузьмину, надо полагать, она понравилась, потому что разворачивается последнее действие. Кузьмин мою повесть секретарь ЦК по идеологии несет первому секретарю ЦК КПБ Белоруссии Петру Мироновичу Машерову и читает ему один рассказ, одну главу, «Люди добрые». Там, значит, старики, вот как бы, ну, в 80-е годы уже, там, присутствуют на открытии памятника пограничникам, которые на погранзаставе первыми приняли бой 22-го июня на рассвете 41-го года, вот, и сейчас вот им открывают памятник, а эти старики всех этих пограничников знали, потому что хата их прямо рядом, рядом с заставой была. Мудрый Кузьмин знал, какую главу прочитать былому партизану Петру Мироновичу Машерову. О том, что это произошло, именно так я узнаю потом из трех источников. Макаемку потом передали, у него были свои люди в ЦК, что Машеров прослушал этот рассказ, поговорил еще с Кузьминым и сказал, что и журнал «Неман», и «Лавлит» суть организации не партийные, и поэтому не дело партии, тем более ЦК партии, вмешиваться в их взаимоотношения. А это было как раз то, что нужно Макаемку. Нет запрета. У него развязаны руки. И моя повесть тихо-тихо, даже не известив автора, ну, чтобы второй раз не огорчать его в случае чего, она пошла в печать. Ну, надо сказать, что после этого повесть «Смолина в год», когда были геологи, еще дважды переиздавали в книгах. Сценарно-редакционная коллегия киностудии рекомендовала дирекции заключить со мной договор на киносценарии. В случае выхода опубликования моей повести я решил исполнить три обета. Первый – это положить цветы к памятнику Пушкина в Москве. Второй – прийти с этим журналом на могилу моей любимой бабушки. И третий – встретиться в Гродно с Василием Владимировичем Быковым. Встретились мы в центре на площади Ленина. Она очень тогда изменилась. Уже было засыпано очень живописное русло городничанки, речки. Были снесены маленькие одноэтажные кирпичные, милые виллы, милые коттеджики такие, которые придавали непередаваемый совершенно своеобразный облик этому средневековому городу Гродно. Все было заасфальтировано, огромная площадь, как для тысячных демонстраций. Гродно терял свой облик, своеобразие какое-то, что очень задевало гродненца Быкова. Вы знаете, я тогда сразу после встречи с ним, а монолог был его очень длинный, я сделал некоторые пометки. Но, вы знаете, эти пометки были сделаны в 75-м году, и с тех пор я их до недавнего времени даже не открывал. Я с большим трудом расшифровал, эти цифры, эти фразы, эти намеки какие-то, что многое стерлось просто уже за столько лет. Ну, вот, я сейчас буду читать свои краткие заметки и воссоздавать, что говорил тогда Быков об этом. Монолог его был очень долгий и пространный. Быков, площадей им мало, саркастически, строители площадей, строители площадей. Запись «Не выйдет альпийская плюс обелиск». Готовилось издание отдельным томом. Трудно дается спектакль в Москве, много критикуют за пацифизм. Очень радуются за меня и поддерживают Андрей Егорыч Макайонок. Запись у Олега Ефремова надлом Степанова. Секретарь партбюро МХАТа Ангелина Иосифовна Степанова все время предупреждает и сдерживает режиссера этого спектакля по Быкову Олега Ефремова, предупреждая его о политической бдительности при обращении к творчеству Быкова белоруса с репутацией игнорирующего идеи партии. Ну, понимаете, это вот Быков мне это говорит, но я это вообще воспринимаю вот такие формулировки Степановой как донос просто, хотя это она говорила только Ефремову. Шамякин упрекает, это Быков говорит, в аполитичности, в том, что я отступаю от общепринятой трактовки истории войны. Быков говорит, мертвым не больно, с купюрами напечатан в журнале Новый мир тиражом выходящим ну, где-то несколько там тысяч экземпляров в основном для немногочисленных любителей словесности. А критика на меня говорит Василий Владимирович напечатана в журнале Огонек, который выходит восьмимиллионным тиражом. Причем, говорит, этот журнал лежит в залах ожидания, на вокзалах, в поликлиниках. Журнал выписывают в семью, читают семьи. О том, какой, говорит, я писатель, знают, ну, там, десяток тысяч человек. А о том, что я вредный писатель, антисоветский писатель, знают сорок миллионов. Это был его монолог, он понимал, что я его слушаю, и, наверное, какой-то мост доверия установила между нами вот эта вот моя повесть. Быков в те дни переживал очень тяжелое время. Травля, слежка, периллюстрация писем, битье окон в его квартире, критика со всех сторон, многочисленные коллективные письма трудящихся, которые не читали его произведений, но обвиняли в клевете. Очень трудное было время у Василия Владимировича. Я просто безмерно рад, что именно в то трудное для себя время, он об этом очень подробно пишет в книжке «Долгая дорога домов», что он нашел время прочитать хотя бы мою повесть и так способствовать ее опубликованию. А не так давно Лариса Глебова, вдова моего друга композитора Жени Глебова, рассказала мне подробности, как же совершилось перемещение Быкова из Гродна в Минск. А вот как. Оказывается, Быков творческий был связан с Глебовым уже давно. В 1963 году была экранизирована его повесть «Третья ракета», которой Глебов замечательную музыку написал. Вместе они создали балет «Альпийская баллада». Глебов достаточно близко уже знал «Быкова». И он начал встречаться с Кузьминым. Выглядело это все как поездка в грибы. Лариса Глебова и жена Кузьмина, циковский шофер, втроем действительно собирали грибы. А Глебов и Александр Трифорович Кузьмин уединялись и бродили по лесу, беседуя очень о многом, о самом сокровенном и зная, очень хорошо зная взгляды Глебова, уверен даже о чем-то запретном. Но Глебов никогда эти разговоры, содержания никогда никому не передавал. Даже Ларисе однажды только сказал, что я посоветовал Кузьмину пригласить, вызвать просто Быкова в Минск к себе на беседу. И вы знаете, это произошло. Такая беседа состоялась. И потом Кузьмин, встретившись с Глебовым, сказал, вы знаете, Быков очень глубокий, очень совестливый человек. И через некоторое время Быков получает трехкомнатную квартиру на улице Танковой, ныне улица Максима Танкова, вот здесь, недалеко, через большой двор от моего дома. Их такое взаимное уважение Глебова и Быкова переросло после переселения Быкова в Минск в глубокую дружбу. И что удивительно, опять-таки, Лариса дала мне десятки метров восьмимиллиметровой кинопленки отснятой ее сыном Глебовым Родионом. Вот Глебов и Быков беседуют за столом в квартире Глебова. Вот Глебов и Быков в лоджии за чаем и шахматами хохочут, беседуют о чем-то. О чем? О чем? Шевелят сорты, немое кино, понимаете? Мы никогда уже не узнаем, о чем говорили эти два, я считаю, великих человека в белорусской истории, в белорусском искусстве. Они оба, и Глебов, и Быков, были членами комиссии по присуждению государственных премий. И они ратовали за то, чтобы дали премию очень уже больному Володе Короткевичу. Их осаживали, говорили, рано еще. А они, как Глебов говорит, мы прямо криком почти кричали, когда же дать ему премию, когда умрет, что ли? Так и случилось. В 84-м году Володя умер. И как бы премия была уже ему ни к чему. В 81-м году вышла на экраны картина Фруза по раннему рассказу Быкова, где я играл там такую роль канцеляриста там Шавлова. Ну вот видели же после этого с Быковым. Ну как-то не подумал я спросить его хоть, как нравится ему картина или нет. Недавно я об этом спросил режиссера фильма Вячеслава Никифора. Он говорит, да, Быков был на просмотре вместе с Дударевым и Буравкиным и очень хорошо отозвался от картины. Но, вы знаете, Быков не раз говорил, еще даже когда, беседуя со мной в Гродно, говорил про «Волчью стаю», экранизацию своей повести Борисом Степановым, говорил, ну да, для кино это приемлемо. Это вот в этой тоже моей записочке. Для кино приемлемо, ну, конечно, лучше всего экранизировано, точнее всего, это только восхождение Ларисы Шипицко. Ларисы Шипицко. Опять-таки, не знаю, видел ли он фильм Валеры Пономарева «На черных лядах». Вы знаете, что это замечательная совершенно повесть Быкова, которую экранизировал Валера Пономарев, но фильм был запрещен к показу. Вы знаете, это очень глубокая, очень правдивая, очень честная, совестливая картина. Очень интересная была история еще с одной экранизацией. Мы как-то стали общаться с Ириной Михайловной Быковой, ну, она живет по-прежнему вот в этом же доме, в этой же квартире Быковской. Начали мы общаться в самом начале 2005 года, когда нам нужно было посоветоваться с ней, какой отрывок нам из его произведений взять с Борей Луценко, когда мы делали спектакль с случайным вальс. И она нам помогла, подсказала, и как-то у нас завязались такие отношения. Мы встречаемся с ней вот тут во дворе, в магазине где-то. Несколько раз были с моей женой Тамарой у нее дома. И она говорит мне по телефону, вот приглашают меня сегодня в Дом кино на просмотр фильма режиссера Сергея Лозницы в Тубане. Я отказалась, сказал же, почему Ирина Михайловна? Ну, давайте, ой, это и Дом кино, это где-то, я не знаю. Я говорю, Ирина Михайловна, мы с Тамарой заедем за вами, тут же рядом в арке, заберем вас на машине, отвезем, посмотрим фильм, привезем. Приехали в Дом кино, нас встретили, мы рядом с ней под белые руки посадили, там фотография есть даже, Ирина Михайловна в зале. Посмотрели фильм, сели в машину, едем уже домой, она сама заговорила, ну, терпимо, терпимо, цитирую очень точно. Ну, Василь бы, как всегда, отделался бы сравнением, что кино – это другой вид искусства, это не литература. Летом 2019 года, литература знавца Вольга Семашка запросила меня в дом-музей на летище Василия Владимировича в Ждановичи. Приехали туда у першиню, я не ведал, что такий дом иснует. Поглядзили кабинет, який был прибудованный до основного корпуса двухповерхового дома. Это был яго кабинет, яго рукавальная машинка там. И в заключение нашей этой сустречи такой творчей презентовали мне фартух с выявой Василия Владимировича называется Клуб Сяброу Быкова. И он висит у меня ось там на видном месте. И усих, на кого падает яго зрок с этой выявы, попередживает быть честными, сумленными, створальниками, будавниками и любить Беларусь. Такой заповед Василия Владимировича. Все его творчество было посвящено в основном тому, что он хорошо знал. Это Великая Отечественная война. Он офицер-артиллерист, воевал, был ранен, контужен. Он жил этим, это была его память, это была его тема. Его тема была. Сложная у него была ситуация. Его запрещали печатать без купюр. И тут же давали ему звание Герой социалистического труда. Что-то не давали ему вообще печатать, там тормозили. Тут же давали государственную премию, СССР, БССР, Ленинскую премию. Экранизирован он весь практически, весь экранизирован Быков. Даже ранний рассказ Фруза, даже малоизвестная повесть на черных лядах. Все экранизировано у него. Этот человек вот ходил, жил вот здесь вот, просто рядом с нами. Улыбался при встречах так вот как бы широко. Я изредка поздравлял его, звонил ему, когда вот ему там наградили Российским Орденом там с очередной премией, да просто с днем рождения. И он всегда говорил, а, землячок, здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Землячок, это мы вспоминали с ним наша любимая Гродно. Земляками мы не были, там ни он, ни я. Вот. Вспоминал он мое Смолина. Такие вот были, знаете, дистанционные отношения, потому что я с огромным пиететом относился к нему, понимал и разницу и в возрасте, и в положении, и в таланте. Но хорошо, что мне в жизни повезло очень в начале своего творчества, ну, в крайнем случае литературного, встретиться с таким человеком, с таким писателем, великим. Вечная память люблю и помню. Аминь. 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 Аминь.